Спасибо за внимание. Главной особенностью трудового коллектива является то, что человеческий фактор воздействует на конечный результат труда посредством взаимоотношений типа лицом к лицу. Это означает, что многое в деловых контактах членов трудового коллектива зависит от межличностных отношений. В трудовом коллективе формируется особый тип межличностных отношений, для которых характерны высокая сплоченность, коллективное самоопределение в противовес комфортности или анкомфортности, проявляющиеся в группах низкого уровня развития, коллективная интеграция, социально ценный характер мотивации межличностных выборов, высокая референтность членов коллектива по отношению друг к другу, высокая объективность в возложении и принятии ответственности за результаты совместной деятельности. В коллективах проявляется ряд социально-психологических закономерностей, которые качественно отличаются от закономерностей в группах низкого развития. Так, с увеличением коллектива не уменьшается вклад в носимых его членами, не снижается уровень действенной групповой эмоциональной идентификации, не снижает мотивация совместной деятельности, отсутствуют резкие противоречия между групповыми и индивидуальными интересами, создаются наилучшие возможности для интеграции и персонализации, в случайных общностях оказание помощи пострадавшему уменьшается с увеличением числа очевидцев, в коллективе этот эффект отсутствует. Один из важных понятий, характеризующих трудовой коллектив, понятие сплоченности. Сплоченность группы – это взаимное тяготение ее членов. Сплоченность трудового коллектива – один из процессов групповой динамики, характеризующий степень приверженности группе ее членов. Степень ее может быть, естественно, разной. Что касается высшей категории, то здесь можно отметить, что в рамках психологической интеграции это понятие включает в себя следующие признаки. Первое. Уровень взаимной симпатии в межличностных отношениях. Чем больше членов коллектива нравятся друг другу, тем выше сплоченность. Второе. Степень привлекательности и полезности коллектива для его членов. Чем больше людей удовлетворено своим пребыванием в коллективе, тем выше сила его притяжения и сплоченности. Третье. Ясность и определенность коллективных целей, принимаемых всеми членами коллектива. Четвертое. Совпадение в большинстве случаев личных интересов индивидов с интересом корпорации. Корпоративная взаимосвязь членов коллектива, совместной деятельности. Они позитивно и взаимодействуют друг на друга, не только как работники, функционеры, но и как товарищи, приятели и друзья. Осуществление. Пятое. Сходство с базовых ценностных ориентаций членов коллектива. Все его члены объединены общностью интересов. И шестое. Это осуществление делового общения, как неформального. То есть члены коллектива называют друг друга просто по имени, на «ты». Нередко это касается руководителя, и он такое общение принимает и поддерживается. Разумеется, в тех случаях, где это психологически обосновано и приемленно в интересах коллектива. Скажем, новичок в трудовом коллективе вряд ли психологически готов к подобному, да и два ли есть у него права на такую форму общения. Также можно отметить позитивность эмоционального фона общения членов коллектива с друг с другом. Он богат чувственными переживаниями людей друг за другом и на производстве, и за его пределами. Встречи членов коллектива в неслужебной обстановке. Люди нередко и с желанием проводят вместе время, празднуют вместе официальные и личные даты, торжественные события, участвуют в досуговых мероприятиях. Конструктивное разрешение возникающих в рамках совместной деятельности и межличностных отношений конфликтов в стиле партнерства, то есть взаимной выгоды, а не победы одной из сторон поражения другой. Достаточно высокий престиж коллектива в глазах его членов. Отсутствие неформальных мелких группировок в трудовом коллективе и неформальных лидеров. Обеспечивают сплоченность коллектива, привлекательность членов коллектива, то есть степень симпатии, испытанных к ним окружающим. Первое – это сходство взглядов установок ценностей. Второе – сходство отношения к групповым целям, которые основываются на их соответствии потребностей членов коллектива. Характер взаимосвязи членов коллектива на основе принятия ими общественной стратегии поведения, удовлетворенность групповой деятельностью, характер руководства и принятия решений, престижность коллектива, соперничество друг с другом коллективом и коллективами. Наряду со сплоченностью в коллективе может существовать также напряженность. Она обусловлена объединением людей с различными позициями, взглядами, моделями поведениями, планами, потребностями, что может сопровождать неудовлетворенность собой и другими членами коллектива. Важной характеристикой трудового коллектива является уровень групповой интеграции. Этим понятием обозначается определенное состояние коллектива, в котором внутрикрупповые структуры упорядочены, основные компоненты групповой активности согласованы, субкордиационные взаимосвязи устойчивы, межличностные взаимодействия гармоничны, функционирование коллектива стабильны и приемлемы. Поведение членов трудового коллектива определяется положением в формальной структуре, опираясь на результаты собственного опыта, члены коллектива организовывают и согласовывают стратегию и тактику своего поведения. Как правило, человек ведет себя в соответствии с тем, что от него ожидают и что ему подсказывают своим отношением к нему и оценками его другие люди. Следующий вопрос – это взаимодействие группы. Одной из общих форм социального взаимодействия выступает социальная группа, в которой поведение и социальный статус каждого члена в ощутимой степени обусловлены деятельностью и существованием других членов. Взаимосвязь сторон в процессе взаимодействия может быть равной или одна из сторон может быть сильнее влиять на другую, следовательно. Можно выделить одну и двустороннюю интеракцию. Интеракция может охватывать как все сферы человеческой жизнедеятельности, тотальная интеракция, так и только какую-то одну специфическую форму или в сектор деятельности. В независимых секторах люди могут не оказывать никакого влияния друг на друга. Интенсивное взаимодействие характеризует степень зависимости жизнедеятельности от взаимоотношений. Она может колебаться от максимальной до минимальной величины. Чем больше интенсивнее или интенсивнее сектора интеракции, тем больше зависима жизнь, поведение, психология взаимодействующих сторон. Началом любой интеракции является возникновение влияния одной стороны на поведение и психологию другой. Интеракция продолжается до тех пор, пока это влияние существует. При этом неважно, встречаются индивиды или нет. Только когда сама память или мысль о существовании одной стороны перестает оказывать влияние на поведение или психологию другой, только тогда эти процессы считаются законченными. Можно выделить организованные и неорганизованные взаимодействия. Интеракция организована, если отношения сторон и их действия сложились в определенную структуру прав, обязанностей, функций и опираются на некую систему ценностей. В организованных группах выделяют три типа взаимоотношений. Семейный тип – интеракция тотальная, экстенсивная, интенсивная, солидарная по направлению и продолжительная, характерно внутреннее единство членов группы. Договорной тип – ограниченность по времени действия сторон, взаимодействующих в рамках договорного сектора. Солидарность отношений эгоистична и направлена на получение взаимной выгоды, удовольствия или даже на получение как можно большего заменьшая. При этом другая сторона рассматривается не как союзник, а как некий инструмент, который может оказать услугу, принести прибыль и так далее. И принудительный тип – антагонизм отношений различной формы принуждения, психологическое принуждение, экономическое, физическое, идеологическое и военное. Переход от одного типа к другому может происходить плавно или непредсказуемо. Часто наблюдаются смешанные типы социальных взаимодействий, частично договорные, семейные, принудительные. Реализация общей цели, как некого предовосхищающего результата какой-либо деятельности, способствует в некотором смысле реализации потребностей каждого и в то же время соответствует общим потребностям. Цель, как и прообраз результата и начальный момент совместной деятельности, определяет динамику функционирования малой группы. Можно выделить три рода целей. Ближние перспективы, цели, которые быстро во времени реализуются, выражают потребности этой группы. Вторичные цели, более длительные во времени, выводят группы на интересы вторичного коллектива, интересы предприятий или школы в целом. Дальние перспективы определяют, объединяют первичную группу с проблемами функционирования социального целого. Общественно целое содержимое совместной деятельности должно стать лично значимым для каждого члена группы. Важна не столько объективная цель группы, сколько ее образ, то есть то, как она воспринимается членами группы. Цели характеристики совместной деятельности цементируют группу в одно целое, определяют внешнюю формально-целевую структуру группы. Наличие в группе организующего начала может быть перспективировано в каком-либо и члене в группе, как правило, в лидере, ну или в руководителе. А может и нет, но оно не означает, что не организующего начала. Просто в этом случае функция руководства распределена между членами группы и лидерство носит ситуационно-специфический характер. Разделение и дифференциация персональных ролей есть активность членов группы не является однородной. Выработка культуры, нормы, правила, стандарты жизни, поведения, определяющие ожидания членов группы по отношению к друг другу, обуславивающую групповую динамику. Эти нормы – важнейшие признаки групповой ценности. О сформировавшейся норме можно говорить, если она детерминирует поведение большинства членов группы, несмотря на все различия членов группы. Группа имеет следующие психологические характеристики. Групповые интересы, групповые потребности, групповые мнения, групповые ценности, групповые нормы, групповые цели. В группе присущи следующие общие закономерности. Группа неизбежно будет структурироваться, группа развивается. Флуктуация и изменение места человека в группе может происходить неоднократно. По психологическим характеристикам различают группы членства и референтные группы. Референтные группы могут быть реальные, воображаемые, позитивные и негативные, могут совпадать с членством и не совпадать. Референтные группы выполняют функции социального сравнения, нормативную функцию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...